Ох, устал. Эй, ладно, телек посмотрю. 4 мая, школы России опустили. Они устроили забастовку по поводу ухода Александра Джаггернаута. Да, я слушаю. Урчев Александр, вы не сдали ЕГЭ. Не сдал? О, пи***ц, вы чё там, суки, еб**цы? Конечно же, если бы год назад мне позвонили с таким заявлением, я бы ругался ещё, наверное, попуще. Вы задавались себе вопросом, а можно ли пронести телефон на ЕГЭ? Да, можно. Делают это различными способами. Кто-то прячет телефон в носок. То есть, это прям самый такой изъезженный способ. Он уже действует с момента того, как придумали ЕГЭ. У меня знакомый так пытался сдать. Ну, в итоге он сдал, но, конечно же, телефон не воспользовался. Хотя он его и пронёс. В бляху ремня. То есть, специально пацаны для этого покупают вот такие вот ремни. Там, с долларом или ещё с какими-то там эроглифами. Ну, и как бы пытаются пронести там. Наблюдатель имеет полное право, кто вас досматривает металлодетектором, попросить вас, чтобы расстегнуть ремень. То есть, штаны снимать вряд ли, но ремень вас заставит расстегнуть. Если у вас там опять что-то запищит, то как бы уже, увы, вы спалились. Можно провести шоколадки. Шоколадки какой? Бывает такой шоколад, он называется DAF. То есть, он картонная коробочка, которую можно легко вскрыть, вытащить там, я не знаю, половину шоколадки и засунуть туда как-то телефон. Ну, вот мы как бы его и протащили. Окей, ребята, мы пронесли телефон. А что дальше? Как мы под камерами сможем им воспользоваться? Как мне кажется, никак. То есть, если у вас там нету никаких полотных и знакомых, мы просто зря проделали эту работу. И дай бог, чтобы вы с этим телефоном не спалились, потому что будет вдвойне обиднее, когда вы вроде бы и пронесли телефон, вы им не воспользовались и вас спалили. Вот это просто будет эпик фэйм. Чтобы такого не было, не вызывайте каких-то там подозрений, не лазьте под парту, пожалуйста, потому что это первый знак, то, что вы не уверены, и то, что вы там что-то, что-то у себя юзаете. Там могут быть шпаргалки. Вот у нас лично в этом году, в прошлом, вру, в прошлом году из нашей параллельки так и осталась без аттестата девочка, потому что она воспользовалась на русском языке маленькой шпаргалочкой. И то не факт, что она ей воспользовалась просто у этого. Просто эти шпаргалки у нее изъяли. И она не получила аттестат. Вот так вот. И думайте, прежде чем проносить на экзамен такие запрещенные вещи, как вы рискуете? Во-первых, вы подставляете родителей. Думаю, на родителей вам не п*****. Вы подставляете учителей. Ну, на учителей может быть. Вы подставляете себя. То есть, если вы пацан, то вас ждет армия. Даже если вы поступите в поле, даже если у вас там будет такая мега-супер-профессия, все равно вас заберут, потому что после 11 класса отсрочки уже нету, если вы не поступили в какой-то университет. Вот. А девочек ждет также техническое училище, колледж, среднее специальное образование. Ну, ребята, вам оно надо. Так что, ребята, готовьтесь, пока есть время. И не палитесь на экзаменах. С вами был Саша Джагернаут. Увидимся. БИТЬ! 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 БИТЬ!